Здравствуйте, меня зовут Анна и тема моего доклада – это создание баз данных токлеточных рецепторов, специфичных к антигенам мышины меланомы B16F0 для анализа механизмов иммунотерапии. Иммунотерапия является одним из перспективных подходов к лечению опухолей. Наибольшее развитие в клинике получила терапия моноклональными антителами к активационным или ингибирующим рецепторам. В настоящее время одобрены препараты к двум ингибирующим контрольным точкам иммунитета Ситильфо и Педиван. Ситильфо может связываться с рецептором CD80-CD86 на поверхности опухолевых клеток и тем самым происходит ингибирование иммунного ответа, так как это мешает презентации антигена, тем самым клетка не активируется. При антитильфотерапии антитела блокируют эти контрольные точки и ингибирование иммунного ответа не происходит. Но несмотря на достигнутые успехи и очевидный потенциал иммунотерапии чекпоинт ингибиторами, эффективность ее не превышает 30% для наиболее распространенных типов рака, что связано с индивидуальными особенностями иммунитета пациентов и характером взаимодействия опухоли с иммунной системой, которые существенно отличаются между пациентами и типами рака. Все иммунотерапевтические подходы основаны на стимуляции или создании опухолеспецифичных Т-лимфоцитов, нацеленных уничтожать конкретную опухоль. И чтобы более детально изучить иммунный ответ на иммунотерапию, были проведены эксперименты по получению опухолеспецифичных Т-лимфоцитов и изучению их клонального состава токлеточных рецепторов с помощью биоинформатического анализа. Сначала мы пробовали получать опухоль специфичные Т-лимфоциты из опухолевых узлов мышей с привитой меланомой B16F0 без каких-либо воздействий. Мы выделяли опухоль, инфильтрирующие Т-лимфоциты из опухолевых узлов мышей, анализировали активацию и клональный состав токлеточных рецепторов. Активацию мы оценивали по продукции интерферона гамма и специфичность оценивали по активации. Поэтому все активированные Т-клетки мы считали как потенциально опухоль специфичные. Нам удалось получить активированный интерферон гамма положительной клетки и в ходе их дальнейшего биоинформатического анализа их токлеточных рецепторов были получены кластеры, состоящие из расширенных клонов, имеющих похожую последовательность токлеточного рецептора и, как предлагается, распознающий один антиген. Вероятно, что в ответ на антиген меланомы некоторые клетки узнали конкретные антигены и начали делиться и образовывать разные группы, внутри которых клетки имеют похожую последовательность токлеточного рецептора. Интересно посмотреть, как меняется клональность при иммунотерапии. И был проведен похожий эксперимент, где часть мышей с привитой меланомой мы лечили сетилифо иммунотерапией. В качестве маркеров активации здесь уже были поверхностные маркеры CD25, CD69. Это маркеры ранней активации. И при анти-сетилифо иммунотерапии нами была обнаружена как активация по поверхностным маркерам, так и клональная экспансия лимфоцитов с похожими токлеточными рецепторами относительно контроля. Но непонятно, на какой именно антиген реагирует та или иная группа токлеточных рецепторов. Исходя из этого, целью нашей работы было создание базы данных токлеточных рецепторов, специфичных к отдельным антигенам мышины меланомы B16F0. И также несколько задач. Это получение опухолеспецифичных Т-лимфоцитов к меланоме B16F0 путем инвитер-стимуляции конкретными антигенами меланомы. И дальнейший биоинформатический анализ токлеточных рецепторов Т-лимфоцитов с целью верификации опухолеспецифичности к меланоме B16F0. На данном слайде представлена общая схема эксперимента, которая включает в себя несколько этапов. Это получение Т-клеток из мышей, которых иммунизировали либо ослабленными клетками меланомы, либо конкретными антигенами. Затем мы из них выделяли либо селезенку, лимфоузел и уже в дальнейшем выделяли из них Т-клетки. Вторым этапом было получение антигенопрезентирующих клеток, в качестве которых у нас были дендритные клетки, которые мы выделяли из костного мозга мышей и нагружали уже пептидными антигенами меланомы B16F0. Следующим этапом это уже была инвитростимуляция, то есть суккультивирование Т-лимфоцитов с дендритными клетками в присутствии полупептидных антигенов. И уже следующим этапом была идентификация опухольспецифичных Т-лимфоцитов по таким маркерам, как интерферон гамма и маркерам активации CD25-CD69 методом проточной цитометрии. После этого, если клетки были отсортированы, то они отправлялись на биоинформатический анализ и получение уже репертуаров токлеточных рецепторов. Мы пробовали выделять Т-лимфоциты из селезенки мышей, которых иммунизировали ослабленными клетками меланомы. То есть мы дважды делали инъекцию клеток, которые подвергались заранее тепловому шоку и после этого также еще делали дополнительную инъекцию уже живых клеток B16F0. Затем мы клетки, выделенные из селезенки, сокультивировали с дендритными клетками в присутствии полупептидов и при этом мы получали различия между опытом и контролем и активация в опыте доходила до 3% среди Т-хелперов. А также наблюдали достоверное различие в активации среди Т-хелперов, где в качестве антигенопрезентирующих клеток использовали сами спленоциты. Но данный вид иммунизации не позволяет нам получить большое количество мышей и также в опухоли содержится большое число антигенов и непонятно на какой конкретный антиген реагирует определенный Т-клеточный рецептор. Поэтому в следующих экспериментах мы перешли на иммунизацию мышей пептидными на антигенами меланомы. И при длительном сокультивировании Т-лимфоситов в присутствии пептидного пола мы достоверно зарегистрировали до 40% активированных интерферон-гамма положительных Т-хелперов. И на слайде видно разницу между коротким сокультивированием и длительным сокультивированием. То, что при коротком сокультивировании также у нас есть достоверное различие между контрольными лунками, куда мы не добавляли пептиды. Но процент не такой большой, как при длительном сокультивировании. Также представлены гейты, показывающие разницу между контролем и лунками, куда мы добавляли пептиды. И чтобы в дальнейшем понять, какой конкретный деклеточный рецептор реагирует на какой именно антиген, мы провели эксперимент с инвитростимуляцией на конкретные пептидные антигены. То есть не на пол, как было раньше, а на отдельные. И при этом нам удалось зарегистрировать до 75% активированных клеток в ответ на отдельные пептиды. И этот процент различался относительно разных пептидов. Но все же он был выше относительно контроля. И данные по процентам также коррелируют с данными по количеству, которые мы получали среди активированных клеток. И чтобы в дальнейшем нам получить интактную РНК для биоинформатического анализа, мы использовали маркеры активации CD25-CD69, так как это нам позволит получить живые клетки. Потому что в предыдущих экспериментах, используя внутриклеточный анализ на интерферон гамма, нам не позволял получать живые клетки. И в ходе биоинформатического анализа нам удалось найти клоны токлеточных рецепторов, которые были с высокой частотой представлены в опытных пробах, где были фракции активированных клеток. И данные клоны были не представлены, либо с низкой частотой представлены в контрольных пробах, где содержались неактивированные клетки. Представлены данные по четырем пептидам. И видно, что на разные пептиды количество клонов варьирует. То есть, например, на пятый, на семнадцатый пептид их больше, чем, допустим, на двадцатый и сорок восьмой пептид. Таким образом, мы достоверно зарегистрировали 30-43% CD4 интерферон гамма положительных клеток и до 75% активированных живых 25+, 69+, Т клеток, специфичных к меланоме B16F0 после инвитростимуляции пептидами на антигенами. И также с помощью биоинформатического анализа были найдены клоны токлеточных рецепторов, которые встречались с высокой частотой в реактивированных на конкретные пептиды клетках и не встречались в контроле. И таким образом, дальнейшее исследование направлено на создание базы данных токлеточных рецепторов, распознающих конкретные антигены меланомы B16F0. Спасибо большое за внимание!